Приветствую вас. Способов на самом деле довольно много. Это и транзактный анализ, работа с эгосостояниями, это и когнитивная терапия, определение целей и средств достижения целей и поведения, соответственно, которое придерживается человек в ответ на достижение своей цели. Вот. Это и, соответственно, работа с чувствами и повышение самооценки. Это и установка личных границ между собой и другими людьми. Вот. Это и определение своих собственных ценностей, приоритетов, выбора и так далее. Вот. То есть способов избавиться от зависимости очень много. Другое дело, это процесс и происходит это далеко не сразу. Потому что ваша зависимость от мамы, да, она возникла не просто так, не на пустом месте, она возникла в силу потребностей. Понимаете? То есть вот что вы пишете, вы говорите, что вам не потребовалась помощь. Да. Почему за помощью вы обратились к маме? Почему за помощью вы обратились к родителям? Вообще. То есть вот ключевой момент, да? Вам нужна помощь. Хорошо. Помощь нужна всем нам, это нормально. Почему за помощью вы обратились к родителям? Не к друзьям, не к своим коллегам, наставникам и прочее, прочее, прочее. Нет. Вы обращаетесь именно к родителям. Понимаете? Вот что важно. Вот что важно. Что когда случается, что когда случается ситуация, определенная ситуация, не совсем хорошая ситуация, да, там и так далее, вы обращаетесь к родителям. Понимаете, какая история. Вот, вот и все. По сути. Вот. Причем, я хотел бы, чтобы вы поняли одну вещь, что я вас не обвиняю. Сейчас. Да. Я просто говорю о том, что вы, как будто бы, как будто бы, создаете условия для того, чтобы, значит, вновь попасть в зависимость от мамы. То есть, как будто бы, вы ищете, знаете, ну, такие причины для этого. Как будто бы, именно как будто бы, я не говорю, что, вы это делаете прям вот, ну, обязательно, что вы это делаете прям специально и нарочно. Вот. Вот. Но, тем, но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Дальше. Значит, ответ полностью подчиняется ей, да. Это следующий момент. И он означает, что вы сами видите именно такую первичную модель мужского поведения. С подчинение. С подчинением. Таким образом, голос отца, как бы, мотивирует вас на то, чтобы вы подчинялись. Потому что отец полностью подчиняется матери. Вот. Потакает ей. Потакает ей. Скажем так. Вот. И, соответственно, да, это еще одна причина, по которой вы ведете себя именно так. То есть, в глубине души вы не уверены в том, что вы не должны подчиняться своей маме. Ну, ведь, папа же подчиняется, да. Ну, а я, соответственно, чего? А я, соответственно, что? Что я? Хуже, что ли? Так примерно вы можете думать. Вот. Поэтому тут, конечно, родительская фигура отца играет очень важную роль. Далее. Унижение. Отношение к унижениям, в том числе и адекватное, тоже нужно вырабатывать. То есть, во-первых, понять цели, то есть, для чего вас унижают, почему вас унижают, чтобы что. Вот. Во-вторых, определить свои мысли, свою реакцию на это, на эти действия, да. То есть, ну, на унижение. То есть, как я, грубо говоря, реагирую на унижение, да, и какие мысли во мне это вызывает, какие чувства во мне это вызывает. Ну, вот. И, соответственно, скажем так, эмоциональное отстранение, эмоциональное отстранение от унижения. Хотя, конечно, не скрою, ваша позиция, да, вот позиция, что вам нужна помощь, да, она, ну, ну, на мой взгляд, ну, очень нуждается в какой-то вот корректировке, потому что вы говорите, что мама вас унижает, вы говорите, что вам плохо, вы говорите, что как бы вы вырвались из-под, значит, ну, из-под контроля, да, мамы. Вот. Потом вы говорите, что помощи, помощь вам понадобилась, и вы как бы опять, значит, оказались во власти мамы. То есть, как бы это всё не было вашим сценарием, может быть, даже бессознательным сценарием, вот, оказаться там, где вы сейчас есть, то есть, как бы, вот подумайте на тему того, да, какая выгода вам от этого, ну, от того, что вы делаете сейчас. Вот. Вот. Есть ли вообще выгода вам от того, что вы делаете сейчас. Вот. Я уверен, что если так вот подумать, то определённую выгоду вы найдёте. Я уверен, что если так вот подумать, то определённую выгоду вы для себя увидите в том, что вы сейчас делаете, и в том, как вы себя ведёте. Вот. Ну, прям, ну, прям вот сейчас, настоящее время, настоящее момент. Вот. Я почему-то думаю, что вы увидите выгоду, выгоду свою в этом. Вот. То есть, тут вот работа ведёт, работу можно вести примерно так. Так, дальше, настоящее время, как только мы встретились, я опять стал зависимым. А зачем встретились? А морально и психологически. Знаете, зависимость, да, вот зависимость, это что? Это потребность. Какова ваша моральная потребность в массы? Какова ваша психологическая потребность в массы? Ну, давайте определим это. Давайте определим это. Если уж вы обратились, да, то давайте совсем разбираться тогда, досконально, скажем так. Вот. Ну, работать, работать же нужно, нужно правильно. Вот. Давайте разбираться будем, что и как у вас, в чём у вас зависимость и так далее. Вот. А если вы говорите, что у вас именно зависимость, именно зависимость, то зависимость это потребность. Вот. А потребность тогда в чём-то. Да, то есть, это может быть потребность, там, например, в любви, потребность в значимости, потребность во внимании. Вот. Ну и, и, там, и так далее, и так далее, ещё могут быть какие-то причины. Вот. Вот. Поэтому потребность нужно, нужно раскрыть. Вот. А готовы ли вы раскрывать эту потребность и удовлетворять её самостоятельно? Вот. А это у меня другой вопрос. Уникального, уникального способа, уникального способа избавиться от зависимости нет и быть не может, потому что все люди разные. Все. Абсолютно все люди разные. Уникальных способов нет. Вот. Но мне думается, мне так вот кажется, что вы себя таким, какой вы есть, не принимаете. Мне вот почему-то кажется вот именно так, что вы себя не принимаете таким, какой вы есть. Если я прав, и вы действительно себя не принимаете таким, какой вы есть, то ответ на ваш вопрос будет служить именно, именно этому. То есть, чтобы освободиться от зависимости от своей мамы, да, и родителей вообще. Нужно, чтобы вы приняли себя таким, какой вы есть. Вот. То есть, чтобы вы, грубо говоря, выработали, выработали, выработали отношение к своим, к своим качествам, к своим чертам, к элементам своей личности. Так, понимаете. Вот это, то, что вам нужно сделать для себя. Хотя бы. Хотя бы для себя. Вот. В этом можно помочь вам, опять же. В качестве вот такого начального упражнения, я рекомендую вам, ну, допустим, составить, составьте список того, что вы в себе принимаете и того, что вы в себе не принимаете. Напишите аргументы, значит, а почему вы считаете, что вас этого быть не должно, ну, то, что вы в себе не принимаете. Напишите аргументы, вот, напишите источники, тогда откуда вы это узнали. Вот. Я полагаю, что это будет, будет неплохим началом, таким, ну, началом работы с вами. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!